а я вам сейчас покажу и даже немножечко расскажу здравствуйте меня зовут дмитрий танкович сегодня в программе финляндия официально стала 31 членом нато напомню что одной из целей так называемое слово было не дать возможность нато приблизиться границам россии теперь можно с уверенностью сказать что цель достигнута еще никогда на нато не было так глубоко в россии свою очередь россия подготовила жесткий ответ на это событие пока достоверно неизвестно что это за ритуал и насколько он эффективен возможно это наупить технология которая пусть и не отодвинет нато от границ россии но позволит россиянам поверить что фраза нато стоп способны это сделать но можно с уверенностью сказать что несмотря на то что на видео преимущественно молодые россияне возникает ощущение что мы с вами смотрим выступление отрядов путина после пластической операции но возможно когда-нибудь в россии появится другое новое поколение которое сможет наконец-таки разглядеть реальность тем более что гусдума все для этого делает в гусдуме предложили показывать в рекламе только многодетные семьи чтобы внимание повысить рождаемость депутат дмитрий гусев заявил что для роста рождаемости в россии необходимо 11 миллионов многодетных семей а их пока только 2 миллиона цитат я предлагаю вот такую инициативу она состоит в том чтобы на законодательном уровне ввести обязательный показ для рекламных роликов если показывают семьи то семьи должны быть с тремя или четырьмя детьми изложил свои мысли депутат конец цитаты слушайте ну гениально ведь именно так это обычно и работает правильно показал в рекламе многодетную семью и все все начинают массово рожать причем возможно даже без зачатия а тем временем женатые мужчины в россии живут меньше неженатых цитата это связано с тем что русские женщины в массе своей воспринимают мужчин не как равных партнеров а как расходный материал из которого надо по максимуму выжить все блага утверждает российский социолог но мне кажется он лукавит как расходный материал мужчин воспринимают не жены а российское государство тем не менее по данным всемирного банка представители сильного пола в россии в среднем живут всего лишь 66 лет опустившись чуть ли не до показателей одной из беднейших стран мира эритреи и кто-то скажет ну как же так почему а ответ простой и интересный дело в том что мужчины уходят в россии на пенсию 65 лет поэтому есть еще куда стремиться и скоро в россии пенсионный фонд принципе вообще будет не нужен но есть в россии человек который может ускорить этот процесс владимир путин потребовал лечить россиян без импортных лекарств я думаю что совсем скоро можно будет увидеть такой знаете классический диалог в любой российской аптеке здрасте а что у вас из лекарств есть ну вот возьмите подорожник но на самом деле эта новость не удивляет все в россии идет по плану и своем развития медицины вот он пример сотрудники подмосковной поликлиники не захотели искать медкарту пациента и послали его нет послали в архив я пришел в эту поликлинику детскую мне сказали мы дали ключи искали вот иди в подвал и ищи тут свою метки вот эту карточку детскую как я хочу материться вот это я понимаю самообслуживание а теперь о совсем других новостях поговорим подробнее но перед этим скажу если вам понравится это видео то к л р п ну вы помните колокольчик лайк репост подписка а еще обязательно оставьте свой комментарий спасибо вам за это переходим к новостям путин выступил на церемонии вручения верительных на грамот с послами но мы с вами посмотрим только концовку этой встречи к сожалению церемония у нас заканчивается потому что санитарные ограничения до сих пор действует нам не удастся с вами поговорить лично но в ходе вашей работы уверен такая возможность еще неоднократно представится всего самого доброго благодарю вас че санитарные ограничения серьезно слушая как удалось идем пину буквально две недели назад обойти эти санитарные ограничения а может путин уже разделил иностранных представителей на заразных и незаразных откровенно говоря уже давно стал очевидным параноидальный страх путина чем-то заразиться хотя он-то должен знать что ну чего бояться зараза к заразе не липнет а еще интересно бывает ли у него похожая ситуация с алиной кабаева володь пошли спать ну к сожалению сегодня не удастся провести время вместе санитарные ограничения до сих пор действует но уверен что в процессе нашей работы мы еще алина с тобой встретимся но все-таки на мой взгляд более интересным мне показался факт прощания с послами возникло ощущение что путин ждал аплодисментов после своей пламенной речи и не дождался всего самого доброго благодарю вас все хорошо позади слушайте а давайте еще раз посмотрим благодарю вас нет все таки так и есть это выглядит знаете как выступление плохого стендапера который отработал тишину и пошел в гримёрку заливать горе и если послы присутствующие на встрече не поддержали путина аплодисментами то нашелся человек который готов поддержать путина и причем не только аплодисменты сын президента уганды мухузей кинеры сейчас я смогу это сделать кайнеру габа вот так такая фамилия этого человека заявил что готов отправить угандийские войска для защиты москвы от империалистов возможно после этой новости многие пропагандисты в россии воспряли духом ну вот наконец-то у россии появился военный союзник тут правда есть нюанс дело в том что мухузи это необычный человек широкую известность в узких кругах он получил за то что обычно ведет twitter пьяным за то что предложил за руку и сердце будущего премьера италии выкуп 100 коров и за то что говорил что может захватить кению за две недели из-за этого его отцу президенту уганды пришлось извиняться слушайте никого он вам не напоминает мне кажется что мухузи к неру габа это такой знаете угандийский дмитрий медведев от путина и его союзников перейдем к его верным пожрам в госдуме внесли законопроект о наказании за русофобию в этой новости прекрасно все смотрите в столице россии русские депутаты вносят закон о наказании за русофобию но закон то для россиян правильно и правильно ли я понимаю что в скором времени русские смогут прям сесть в тюрьму за русофобию пока вы пытаетесь побороть когнитивный диссонанс сразу же его усилим патриарх кирилл попросил всех состоятельных россиян помогать нуждающимся использовать свои деньги на благо россии цитата каждый состоятельный человек должен помнить что он будет оправдан перед богом только тогда когда от его имени будет оказываться помощь другим людям богатство дается для того чтобы в первую очередь делать добрые дела мы знаем эти примеры из нашей истории когда очень богаты русские купцы так много делали добра что иногда и о себе забывали и на их добре созидалась экономическая мощь россии конец цитаты эта новость умалчивает причисляет ли себя товарищ гундяя в крику состоятельных людей что-то мне подсказывает что нет тем не менее священники в россии продолжают борьбу за умы россиян в эфире телеканала спас появился российский священник речь которого мне кажется разойдется на цитат мой папа и мама развелись пять лет назад они друг с другом даже не разговаривают и не общаются как как заставить хотя бы разговаривать друг с другом может быть посоветовать им сходить на чебурашку даже сидень пине повели смотреть фильм чебурашка я сам не смотрел еще для того чтобы он проник в тайну русской души и кажется настолько китайский лидер был восторжен этим кодом духовном русской нации что едва ли не начал просить политического убежища ему было отказано потому что и так мы сейчас партнерство наше стратегическое сложно понять о чем вообще хотел рассказать этот священник потому что с первого взгляда вот это видео очень похоже на рекламу запрещенных препаратов но не только телеканал спас радует своими гостями в программе владимира соловьева обсудили судьбу беларуси и заявили что если бы протесты в двадцатом году добились своего то сейчас бы беларусь воевала с россией там внутри белорусское общество много всяких разных тоже таких доморощенных оппозиционеров которые мечтали о том чтобы жить как в польше вот им можно сказать слушайте друзья мои если бы в двадцатом году лукашенко снесли бы вы бы не жили как в польше вы сейчас воевали бы с россии на вашей территории было война скорее всего да или вас заставили бы таскать воевать россии вместе со всеми а сейчас у вас появляется шанс поучаствовать в огромном историческом проекте как кстати говоря это случилось со многими национальными меньшинствами примкнувшими к большому российскому проекту слушайте ну давайте откровенно некоторые нац меньшинства в россии вообще могут исчезнуть после войны которую этот представитель называет проектом кстати один из таких представителей кажется это уже понял боец смешанных единоборств мухаммад макаев потребовал убрать из титров с ним слова россии оставив только дагестан знаете мне кажется что вот что-то в этом есть но даже слова дагестан дагестана звучит красиво мне кажется что так могла бы называться небольшая страна а вообще диалоги в российских пропагандистских программах выходит на новый уровень вот давайте посмотрим ворачивайте факты значит суп на меня подайте пожалуйста что я нужно подам а чё очко жим-жим что очко это у вас жим-жим ухты 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 а я думал это ваш лексикон рэперский а чё вы куда хотите у нас нет жим-жим очко жим-жим блатная пыль у вас на ушах смотри как умеет умею смелый парень всегда был а вот в суд подать на меня не можешь а зачем боишься потому что кого не знаю кого вот что нет меня чего боятся вот и здесь вы думаете просто боишься того что последние твои хорошо поклонники поймут что ты сыграл как говорится вот и поговорили уникальный диалог двух поколений хотя давайте откровенно жим-жим становится все сильнее с каждым днем у всех представителей российской пропаганды ведь не ровен час когда каждый из тех кто занимается пропагандой на российском телевидении получит свою заслуженную статуэтку я думаю вы понимаете о чем я от российского телевидения перейдем к российским регионам традиционно там много интересных новостей вот например магнитогорске девушка получила химический ожог когда сел на сиденье в трамвае 17-летняя лада присела на сиденье и поняла что она немного мокрая но это не смутило привычно а вскоре почувствовал колющее ощущение в районе таза а затем вообще поняла что не может идти потому что все онемело в больнице врачи объявили что у нее химический ожог на какое вещество она села до сих пор остается загадкой но вот такой общественный транспорт в россии бессмысленный и беспощадный а возможно это просто социальная программа мэрии магнитогорска ну знаете чтобы люди больше передвигались пешком как например это происходит в санкт-петербурге в сети появилось видео из питера на котором женщина добирается пешком спортзал классная дорога до спортзала просто шикарная дорога а спортзал сейчас она вечером совсем кошмар а живу я вам там класс культурная столица судя по всему скульптур это все хорошо с дорогами хреново мне кажется что ломоносов шел из архангельска в санкт-петербург по менее разбитые дороги и вообще сложно сказать сколько стоит в деньгах сделать вот в этом месте нормальную дорогу ну думаю что это примерно знаете вот ну как несколько ракет которыми россия обстреливает украину но если в питере разбитые дороги и глубокие лужи то в брянской области все гораздо серьезнее 2 апреля прошел массовый сход жителей поселка ридицы крыловки который пострадал от поводка что интересно местные власти запретили жителям затопленного брянского поселка плавать по улицам на своих лодках но она не остановилась комментировать не буду просто напомню это она великая россия до весенняя погода напомнила россиянам о величии страны в которой они живут продолжение темы стоит вспомнить и вологду там появилась вот такая новость двух жительниц вологды засосала грязевая яма им потребовалась помощь спасателей напомню сегодня 2023 год волокна грязевая яма спасатели что интересно незамедлительно прибыли на место чп и помогли женщинам освободиться от грязевой ловушки и потом довезли их до дома потому что женщины остались без обуви и пока в россии проходит непростая весна во временно оккупированном крыму готовятся к лету и к пляжному сезону вот такие пляжные кабинки начали появляться на пляжах временно оккупированного крым судя по всему сезон отдыха 2023 в крыму будет незабываем кстати гуру украины призывает жителей временно оккупированного крыма передавать информацию расположение оккупационных войск рф уверен что нас смотрят и в крыму поэтому присоединяйтесь на сегодня это все поддержите это видео лайком обязательно подпишитесь на канал давайте пообщаемся в комментариях слава украине живи беларусь проснись россия до встречи